Палься на провале То есть 1,8 куба выдержана на сто квадратных То есть деньги же эти заплаченные подряд на организации Там теплоизоляция еще есть? Во-первых, здесь устелено Вот щели какие, огромные щели Я думаю и там А какой здесь стукат ветра, как кружа под оном подет Круша здесь гремит Вот давайте Вот так она гремит Вот это мы слышим всю ночь, когда дует сильный ветер. Претензия первая. Претензии к порядку и организации проведения. Претензия первая. Претензия к порядку и организации проведения. Проходил гроб, невозможно было спать. Объяснение исполнителей работы, что это происходит из-за раскрытых чердачных окон, мы не принимаем, так как старая крыша при таких же условиях не шумела вообще. Это потому, что кровельные листы старой крыши были из более толстого металла, а брешетка под ними была выполнена из более толстых досок почти сплошной, без проемов. Крепеж кровельных листов к обрешетке был выполнен более часто гвоздями нормативной кучки. Мы считаем, что причиной шумовой вибрации новых кровельных листов при ветровых нагрузках является более жидкая и новая обрешетка, использование более тонкого металла, обладающего пониженной жесткостью. И третье. Неверно примененный исполнительными работ способ крепления новых кровельных листов к обрешетке. То есть мы не писали более тонкий металл, то есть 0,7... Ну, а я цифры не знал, было цифры в документе. Смета появилась позже. Ну, не нормально. По интуиции мы все это угадали. Все, короче говоря, понятно, да? То есть там нужно, как само письмо, где-то отписка, когда она появится. И именно, смотри, ну именно, ни от Капустин, ни от этих, ни от Крома. Я понимаю, да. Они не заказчики. Это только в туалет ходить. Подождите, вот смотрите, чем мы заканчиваем письмо. Мне что интересно. Ну, вот сейчас собираемся, собираемся. А, как говорится, денежки идут. Давай. Или уйдут. Заканчиваем письмо следующим. В заключении сообщаем, что нам известно, что в конце декабря текущего года подрядная организация, производящая ремонт нашего дома, предоставит на подписание вашей организации, ну, я все перечислил пять, понятно, в одно, акты на приемку выполненных работ для оплаты. И жирным в конце. Не исключение оплаты за некачественные и не в полном объеме выполненные работы и последующих переделок. В скобках пишу. Что делать повторно за счет средств того же капремонта? Или это за счет подрядчика? Мы требуем перед подписанием данных финансовых документов подрядной организации исправить и доделать к роли повышенную перечисленную претензию. И далее произвести с привлечением ниже подписавшихся жильцов реальную приемку выполненных работ по замене крови. Что еще им писать? Они сюда не ходят вообще.